здравствуйте друзья меня зовут александра постного я рада приветствовать вас на моем канале закоренел цветочник сегодня я буду рассказывать про гвоздику когда я снимаю этот ролик это у нас конец мая то есть самый самый сезон для комнатной гвоздики растение сезонное но бывает она и на 8 марта то есть нам садовники делают такие подарки но в основном по хорошей цене и вот в таком вот хорошем состоянии видите какие шикарные пушистые кустики но приходит с конца мая где-то по август месяц поэтому если вы хотите гвоздику лето весна это то самое время когда вы можете ее приобрести у меня сейчас гвоздика которая приходит к нам под названием оскар микс это широколистная гвоздика ну насколько вы должны знать может быть слышали если не знали сейчас я вам расскажу гвоздики бывают разные они бывают многолетние не бывают высокие да то что мы продаем срезанных цветах гвоздика бывает турецкая травянистая каких там только их не бывает в основном они вот с тонкими листьями то что мы высаживаем садом тут меня были погибли к сожалению спустя там 15 лет гвоздички которые с такими тоненькими сизыми листиками и пахнут они просто необыкновенно это гвоздика пахнет гвоздикой но не очень сильно и так вот данный вид считается пригодным для выращивания в комнатных условиях давайте почитаем что напишет садовник а потом я вам немножечко добавлю от себя гвоздика любит яркое освещение то есть если у вас есть юг запад восток вы можете смело обзаводиться этим растением потому что полутень но это даже не полутень это рассеянный свет непрямые солнечные лучи и тоже подойдут обильный полив раз в неделю удобрять ее нужно раз в месяц и вовремя обрезать то есть она хорошо подлежит обрезки для чего мы ее обрезаем вот я вам сейчас ир будет показывать вам поближе первых я бы хотел чтобы она каждый кустик вам показала вот здесь у нас собраны пять видов и они каждая по-своему хороши этот темно-розовый 20 какая бордовая серединка очень интересный рисунок вот этих вкраплений внутренних на лепестках то есть он в виде такой шапки мономаха царской короны вот ну кстати вот обратите внимание на всех примерно одинаковый рисунок несмотря на различия в цветовой гамме и даже вот здесь казалось бы на однородно розовая но все равно есть такие вот более темные вкрапления гвоздичка махровая цветет достаточно продолжительно для чего мы будем обрезать сейчас ир нам будет показывать вот у нас отцветает один цветочек что мы делаем видите у нас из одной веточки растет три бутона мы берем и вот так вот аккуратно отщипываем этот бутон у основания для чего для того чтобы вот эти два дольше цели и общий вид у нас цветка не портился вот собственно здесь по моему и подщипнуть нечего больше все остальное хорошо что еще вот здесь у нас выпал бутончик я так понимаю в процессе транспортировки вот его лучше удалять прямо вот у основания чтобы у нас не оставалось сейчас я возьму не знаю что я возьму так иртами ножички пожалуйста чтобы у нас не оставалось таких вот пупырышков во первых они будут сохнуть это будет не очень красиво вот так вот отрезаем аккуратно и оставляем место для роста нового бутона чтобы у нас была красота что нам нужно с ней делать в принципе садовник нам все рассказал слушать это цить какое количество вообще бутон у нее каждый вот эта веточка идет минимум с тремя бутонами видите здесь 4 бутончик а вот один основной и три маленьких продолжительность цветения за счет этого очень долгая потому что много бутонов на одной веточке один отцветает мы его убираем зацветает другой потом третий этот процесс длится но я так подозреваю что не меньше месяца если мы своевременно убираем отсечь бутончики то вид у гвоздички красивый и собственно она радует нас таким нарядным цветением согласитесь для тех кто любит цветущие растения можно вот так взять набор разных видов поставить их себе в кашпошечку и будет у вас такой вот веселый цветущий подоконник что важно запомнить яркое освещение либо прямые солнечные лучи либо просто много света без прямых солнечных лучей обильный полив раз в неделю мы даем ей подсохнуть но не даем ей высыхать прямо стоять сухарем потому что если она будет стоять сухарем она опустит листья у него покричневеют они и она конечно будет печальной растение неприхотливы быстро достаточно отходит после того как мы ее отлили но все-таки лучше не допускать и не стрессовать и дополнительно корневая система не идет уже достаточно хорошо развитая поэтому если вы берете и хотите сразу посадить в кашпо можно сделать перевалку видите какие хорошие корешочки перевалку это значит мы вот так достали растения поставили его в новое кашпо не тревожа корни видите никаких добавок в земле нет то есть у нас здесь чистый грунт причем это грунт более питательный чем обычная торфяная смесь и собственно присыпали землей утрамбовали хорошенечко пролили и тогда у вас будет растение сразу в красивом горшке либо в кашпо вредителей лично я не замечала потому что ну вот сколько я забирала их на отход никто на них не нападал если вы вдруг знаете кто может ее есть напишите я буду вам очень признательна простое неприхотливое занимающие мало места долго цветущие растения очень рекомендую обратить на нее свое пристальное внимание земля универсальная либо для цветущих растений удобрение соответствующее гвоздика любит подкормку поэтому в летний период когда она цветет обильно можете удобрять ее раз в неделю добавляя удобрение в воду для полива если вам хочется ее опрыскать я бы лично конечно не рекомендовала во время цветения почему потому что когда у нас на цветы попадает вода могут оставаться некрасивые коричневые пятна если вам кажется что и жарко попробуйте поставить рядом емкость с водой либо разместить ее поближе к увлажнителю если он у вас есть либо к открытому аквариуму опять же если он у вас есть но если у вас нет не морочите себе голову не усложняйте жизнь просто подружитесь с ней растение адаптируется к тем процентам влажности которые вы можете ей дать и будет вам благодарна за своевременный полив подкормку и за то что вы регулярно наводите на нее красоту надеюсь это видео было вам интересно и полезно спасибо что досмотрели до конца и очень надеюсь до новых встреч